Здравствуйте, друзья! И те пока еще, наверное, не могут быть так названы. Я сейчас нахожусь на терминале, на Манхэттенском терминале нашего Стейтеналинского парома. Ну и я бы не делал этот ролик, если бы не необходимость, как мне кажется, в очередной раз очень ясно выявленная необходимость в том, что по-английски называется fact check, по-русски проверка фактов, а на сленге, наверное, это даже можно сказать фильтровкой базара, назвать. В выступлениях и воззрениях дорогой, горячей, любимой и уважаемой Юлии Леонидовны Латыниной, чью передачу, очередную ход доступа я вот недавно прослушал в записи. Я сейчас, кстати, нахожусь по дороге в Манхэттенский Юнион Сквер, где будет проходить акция солидарности с жертвами терактов во Франции. И вот, к сожалению, Юлия Леонидовна Латынина не удержалась и присоединилась к достаточно уже крупному и достаточно громкому хору людей, которые поспешили, дня не прошло еще, и они поспешили уже делать какие-то выводы, далеко идущие, глубоко копающие, и о причинах этих терактов, и кое-кто о том, как эти причины устранить, как эту проблему искоренить и победить. Я посчитал необходимым вот кое-что высказать в ответ на то, что высказала Юлия Леонидовна. Ну, для начала, главная проверка фактов. Когда Юлия Леонидовна говорит о том, что в Европе там, значит, с мусульманами обращаются так, что вот вам все, пожалуйста, вот вам, значит, и шариатские суды, и многоженство, и все такое. Во Франции в 2010 году актом национального парламента, вступившим в силу в 2011 году, было запрещено публичное ношение хиджаба, а также бурки и других подобных женских, мусульманских одежд. Это вот главный факт, я хочу заметить, что именно Франция такая самая чуть ли не левая страна социалистическая в Европе. Это сделала первой. В Швейцарии запрещены минареты, кстати говоря. Несколько лет назад, два или три года назад, был референдум, который запретил минареты. Ну, я не знаю, как бы, конечно, слушать пение Мойдзина, иногда действительно напоминающее влияние ослами, не всем приятно, но кое-кому и колокольный звон не очень приятен. По ушам, знаете, люби вас. Ну вот, запретили. Юлия Леонидовна говорит, что исламисты взрывают Францию и другие страны, потому что те не воюют в Сирии. В Сирии, если не ошибаюсь, Франция еще не воюет, наверное, после этого будет воевать. Франция совершила в свое время, наверное, ошибку, не присоединившись, как и Германия, а не присоединившись к американской операции против Саддама Хусейна в Ираке. Но Франция воюет в Мали, Франция воюет в Кот-де-Вуа, Франция воюет в Чаде, насколько я помню. И, кстати говоря, вот если уже упомянуть о колониализме, все бы хорошо, но если спустя десятки, даже пару сотен лет после французского, английского, бельгийского, голландского колониализма в Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, если от всего этого остались вот такие дыры, где светские тираны, формально светские, сменяются исламистскими и наоборот, то это, наверное, свидетельствует о том, что эти колониальные державы не очень хорошо поработали. Правда, сейчас у них есть возможность исправить то, что они недоработали в прошлый раз. Поэтому, с одной стороны, я обеими руками за то, чтобы западные страны, в частности европейские, более активно себя вели на международной арене, но, с другой стороны, говорит, что они ничего не делают, что они вот отовсюду ушли, откуда-то ушли, как из Алжира, например, откуда-то не только не ушли, а ушли и вернулись. Поэтому я совсем бы не стал говорить о том, что Европа совсем и вообще Запад совсем потеряли пассионарность, воинственность. Слава Богу, нет. И прогнозировать какое-то там загнивание или ослабление западных стран я бы не стал. Ну, собственно говоря, Юлия Леонидовна этого как бы не делает, она лишь говорит о том, что вот определенная часть мира останется отрезанной от прогресса. Я думаю, что исламское государство, так называемое, будет побеждено. Гораздо труднее выкорчевать доморощенные терроризмы, доморощенные симпатии к терроризму. Я об этом говорил в ролике на английском языке. Далеко не все те люди, которые идут воевать за ИГИЛ, за Талибан или устраивают теракты дома, под исламистскими или антиисламистскими флагами, как какой-нибудь бревик, далеко не все они арабы, далеко не все они мусульмане. Кто-то из них обратился в мусульманство, не найдя адекватной идеологии, которая бы отвечала его чаяниям среди более традиционных для своей страны. Кто-то вовсе не под мусульманскими флагами выступает. Вот скажите мне, пожалуйста, вот бревик из-за чего устроил свой теракт? Из-за того, что Норвегия не воюет в Сирии, ну, как бы, во-первых, далеко. Во-вторых, по-моему, Норвегия, как участник НАТО, каким-то боком причастна, например, к операции в Афганистане. А из-за чего, например, ну, скажем, такая группировка, как ФАРК, годами взрывала Колумбию? Между прочим, весь 2001 год до 11 сентября все новостные ленты тряслись именно от сообщений о терактах в Колумбии. Когда проходил в Колумбии чемпионат Южной Америки по футболу, некоторые страны отказались туда ехать. ФАРК не имеет отношения к исламизму. И ФАРК не имеет отношения к какому-то заносному экстремизму. Это, в общем-то, местная группировка. Слава Богу, сейчас постепенно ей частично ломают в хребет, частично переговорным процессом как-то замеряют. И есть надежда, что в Колумбии это постепенно сойдет на нет. В Мексике. А когда Америку, скажем, 8-9 десятков лет назад взрывали итальянские анархисты, еврейские какие-то, тоже там, как правило, левые экстремисты, это ведь тоже было, и про них тоже говорили, понаехали, понапускали. А они хотят нашу страну, значит, то ли коммунизировать, то ли окатоличить, как некоторые конспирологи любят говорить об иллюминатах, любят говорить о Ватикане, который пытается там через католиков подчинить Америку. Ну и, соответственно, о евреях, которые частично через капитализм, частично через коммунизм пытаются всех завоевать. Вот когда какие-нибудь Сака и Ванцети делали то, что они делали, это было из-за того, что Америка не воевала в Европе, в частности в Италии, может быть, но это было до Второй мировой войны. А Франсуа Оланд, президент, который действительно многих напугал тем, что его избрали голосами арабского и мусульманского меньшинства, достаточно крупного уже во Франции, Франсуа Оланд стал первым президентом Франции, который провел официальное признание геноцида армян-турками. Этого не сделал ни Саркози, ни Ширак, ни Миттеран, там, ни какой-нибудь Жескар-де-Стен. Это сделал Франсуа Оланд. Можно, конечно, наверное, сказать, что арабы и турки это немножко разное, но и те, и другие это сунниты, и те, и другие мусульмане. Турки восприняли свою религию, в общем-то, свою культуру от арабов прежде всего. Поэтому тут яблочко от яблони недалеко укатилось. Если бы Франсуа Оланд был марионеткой исламистов, я сомневаюсь, что он бы провел это решение в жизни о признании геноцида армян. Между прочим, довольно спорное решение, но он его провел. Что касается модернизации в разных странах, Турции, Иране, Китае, Японии, не все попытки модернизации одинаково успешны. В Турции до Ататюрка были младатюрки, которым ничего не удалось. Стало только хуже. Китай при Маньчжурской династии, да, не хотел модернизироваться. При Гаминьдане попробовал, не получилось, дело кончилось коммунистами. Сейчас снова как бы есть надежда, что постепенно этот коммунистический режим как-то размягчится. Была встреча между президентами КНР и Тайваня. Может быть, мы через лет 10 увидим какое-то воссоединение с попутным введением двухпартийной системы в Китай. Это было бы лучше всего для всего мира. Но надо понимать, что модернизация и вестернизация – штука очень тяжелая, требующая терпения, навыков, ума и, безусловно, допущения более широких общественных сил к жизни страны. То есть той самой демократизации вплоть до всеобщего избирательного права, которую так Юлия Леонидовна не любит. Еще один момент о науке. Сама по себе наука, в том числе генная и особенно генная инженерия, которая, если не ошибаюсь, долгое время вообще была запрещена, вещь достаточно опасная. Это как обоюдоострый меч. Можно рубить головы, в том числе невинных жертв. Можно сражаться с лютым ворогом и разить его. Именно для этого нужна мораль, которая, как правило, все-таки в той или иной степени вытекает из той или иной формы религиозности. Потому что если мы хотим проводить, наоборот, разграничение между волкодавом, который прав, и людоедом, который нет, откуда мы знаем, кто волкодав, а кто людоед? Кто дает нам понятие о том, что не убей, не укради, не прелюбодействуй? Ну, тут можно так давать, но, по крайней мере, есть такая заповедь. Все-таки это, как правило, религия. И очень многие ученые, даже современные, являются религиозными. И для кого-то это как бы в разных плоскостях религиозности и наука, а для кого-то это совмещается прекрасно. Более того, есть мнение, что расцвет науки в последние где-то 200-300 лет вызван как раз определенной формой такого христианского мировоззрения, такого с протестантским духом, которое верит, что мир рационален, и его можно познать. Атеизм в этом плане, который говорит, скажем, что все не пойми, откуда взялось, я не знаю, насколько эта форма мировоззрения является тем базисом, на котором можно создавать вот такие прорывные вещи, как Facebook, Google или эти лекарства, которые способны сломать там генный код альцгеймеровой болезни или еще чего-то. Я не знаю. Мы жили в Советском Союзе в атеистическом, формально, воинственной атеистическом обществе. И оно, по сути, было гораздо архаичнее и патриархальнее любой Америки, в том числе любого самого отсталого религиозного штата типа Западной Вирджинии. Поэтому все это, на мой взгляд, не так однозначно. И еще раз, наверное, все-таки не стоило вот так вот с пылу с жару подверстывать трагедию под свою, пусть и стройную, но достаточно спорную систему взглядов. Это было мое мнение. Все, кто хотят вольны с ним, не соглашаться, критиковать, ставить дизлайки. Ну, в конечном итоге я посчитал нужным его высказать, и я его высказал. Всего хорошего. Я надеюсь, такие вещи, как в Париже, больше не повторятся ни в Париже, ни в Нью-Йорке, ни в Москве, ни в Иерусалиме, Бейруте или еще где-то. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok